Друзья, всем привет! Рад вас снова увидеть на своем канале JustFlight. Спасибо, что смотрите. Сегодня поговорим еще об одном обновлении DCS. Это обновление для вертолета Gazelle. Полностью заявлена, переписана летная модель данного вертолета, улучшена графика, света, тени кабины. Все, так сказать, осовременено. Но, хочу сказать, давайте, наверное, с графики. Ну, наверное, кабина действительно нарисована уже неплохо. Другое дело, что мне не нравится производительность. Я сейчас выбрал специально какую-то удаленную стоянку, просто в пустыне, потому что среди населенного пункта производительность сыпется катастрофически. То есть, видимо, это все еще остается третьесторонней поделкой, которую никто не проверяет надлежащим образом, для того, чтобы она была оптимизирована должным образом. Потому что ни один из других, ни Apache, который гораздо более тяжелый модуль, не позволяет себе так обрушать мои FPS. Из положительного момента могу сказать, что мне вот этот iPad очень нравится. Здесь прямо такие US Sectional Charts. То есть, можно посмотреть, где находится аэродромчик. И можно просто вот такой satellite image или спутниковую картинку, что тоже очень неплохо. Очень для визуальных полетов полезная штука. Приятно всегда видеть наглядно, куда ты летишь, собственно, и что делаешь. Давайте мы ее уберем. Кстати, на ней очень классный, на таблет, на этом, на iPad, на этом очень классный производитель. Очень четко, плавно экранчик отрабатывает. Хотя нет, оставил, он нам понадобится. Теперь поговорим о летной модели, что было прежде и что мы сейчас будем смотреть, что сейчас. Значит, что было прежде, когда она вышла, это был какой-то кошмар. Потому что это просто был как FPV-дрон. По сути, мы ручкой задавали угловые перемещения, угловые скорости по крену и тангажу. Точно так же, как и в дроне, да, FPV-дроне. Там мы ручку возвращали в нейтраль. Вертолет оставался в той же позиции, в какой он был, и продолжал так лететь. Это очень было странно. Сейчас у нас вроде как должна работать физика, которая больше похожа на то, что мы имеем в других моделях вертолета. Мы сейчас об этом посмотрим. Тут мне очень нравится, что Apache тоже переделали. Мне, кстати говоря, понравилось, как он перелетает. Ну, там, значит, у нас Кезма комплейнит, что слишком сильно тянет рулевой винт. Ну, я не знаю, он в настоящем Apache не летал. Однако он не комплейнил, что как работала SAS раньше. Теперь он говорит, сейчас она хорошо работает. Ну, в общем, очень сложно добиться от пилота, который не до конца понял всю разницу между симулятором и как проводить параллели между настоящим вертолетом. Или самолетом и симулятором. Конечно, мы знаем, в чем я его полностью поддерживаю. Это то, что ни один вертолет или самолет, как бы хорошо мы его не симулировали, не моделировали, даже в многомиллионных тренажерах самолеты ведут себя не так, как настоящие. Поэтому мы можем только, как говорится, быть благодарны за то, что нам дают. Ну, такие неплохие модели, как Mi-8, Apache, наверное, тоже в какой-то мере, да. Huey мне вот очень нравится, очень похож на вертолет Bell 206. Ну, в общем-то, схема у него ротора та же самая и поведение, соответственно, очень похоже. То есть физика в достаточно сильном приближении очень похожа и аэродинамика. Давайте теперь будем летать на этой штуке. Значит, нам что объявили? Что у нас сделан форс фидбэк и все должно работать. Я перепробовал все возможные варианты в спешлс по включению этого форс фидбэка, по выключению, по перемещению, типу триммирования, каким-то там кривым форс фидбэка. И я пришел к выводу, что это ничего не работает. Полная, ну, в общем, плохая вещь. Значит, вот, допустим, есть переключатель триммера, я его щелкнул в кабине. Это все равно не снимает триммерную нагрузку, то есть пружинные триммера остаются. В отличие, если на Huey или на каком-нибудь другом вы отключаете триммер, у вас пропадает пружинная триммерная загрузка, вы просто... Ручка легко перемещается в кабине, да. То есть здесь это не имеет значения, щелкаете вы или не щелкаете. Значит, кнопка триммера, она работает на всех вертолетах следующим образом. То есть мы нажимаем ее, она размыкает пружинную загрузку от ручки, мы перемещаем, допустим, ручку и отпускаем ее. Ручка должна там остаться, да. То есть здесь она почему-то перемещается на другие величины и сдвигает мой форс фидбэк. В общем, какая-то жуть. Ничего не синхронизировано, все распадается, расползается просто какой-то одища. То есть кто это делал, никто его не проверил, что он там делал, вообще бардак. Просто полный бардак. Кстати говоря, может быть вот это вот, ну, самая худшая, самая худшая визуализация, может быть это в VR, не знаю, попробую. Если внешний вид запишется, посмотрим как на внешнем виде. Ну вот, вращающиеся роторы, тень, которую она отбрасывает, и то, что у меня над головой происходит, это как будто задрыганное там 20 фпс. Не знаю, то есть это какая-то анимация очень плохая несущего винта. И, ну, я не знаю, может быть она влияет на производительность. Ну, то есть выглядит плохо. Давайте так. Ну, это у меня начинается с такого хейта, вы как все уже поняли, да. Давайте будем смотреть. Попробуем аккуратненько обезвесить вертолет. Так, не знаю, как я мне разобраться с этим пружиной загрузкой. Давайте я попробую ее оставить. Мне, конечно, не нравится на вертолете с пружиной летать, тем более на той, которая не соответствует. Очень, я как бы, как я вам уже раз, много раз говорил, что вертолетчики, они настоящие, поэтому я так приблизительно знаю общие физические вещи и аэродинамические, которые касаются вертолета, да. Но я так понимаю, что, короче, зря я потрогал триммер вначале, да, потому что я не понимаю, что он делает с нейтральной ручкой. Потихонечку давайте будем пробовать взлетать. Как я понимаю, да, надо разомкнуть его, потому что это вообще странная вещь. Давайте сейчас потихонечку. То есть, то, что делает триммер, что делает управление, для меня абсолютно непонятно. Значит, как я понимаю, это самолет такой же, как советский, вертолет такой же, как советский, с правым вращением винта по часовой стрелке, если смотреть сверху. Поэтому нам приходится висеть вправо и компенсировать выбор общего шага, соответственно, правой педалью. При этом достаточно много ее приходится давать. Вот на этапе висения, вот, ну, вроде бы все так, как у вертолета должно быть. Вот мы повисли на некоторой высоте в зоне действия земли. И вот мы висим. Правой педалькой обеспечиваем отсутствие разворота. И вот мы скользим над поверхностью, либо в ту, либо в другую сторону. Стараемся держать его ровненько. Он там перемещается. В общем, похоже на хью, никаких вопросов нет. То есть он пытается куда-то ускользать. Мы пытаемся его удерживать, висеть на одной точке. Теперь попробуем добавили. Раньше это как-то не чувствовалось. Мы теперь попробуем, не добавляя общего шага, разогнать его вдоль поверхности земли и перевести на косое обтекание. Посмотреть нам обещали, что должен у нас так называемый транзишн лифт или переход на косое обтекание. Должны нам добавлять роста подъемной силы. Ну, в общем, как это реализовано во всех вертолетах. В хьюе это реализовано очень видно. Прям подхват ощущается в Ми-8 везде. Здесь какого-то подхвата я не ощущаю, который раз резко бы возник на какой-то величине. Потихоньку, потихоньку, потихоньку появляется избыточная мощность, так скажем. Он либо начинает приподниматься в вертолет, либо я эту энергию направляю в разгон. То есть, ну, это есть. Это есть. То есть, оно не выражено так. А, вот. Хотя вот на этой скорости, да, я почувствовал заметный прирост сяги. Хорошо. Это есть. Это супер. Давайте-ка приостановимся вот здесь на полосе. Посмотрим, как у нас реализовано торможение. Ну, вроде тоже похоже. Мы там ротор наклонили сюда, да, то есть диск... Ой, единственное, что так просаживает, то очень-очень сильно. То есть, как будто бы нету никакой эмертности ни у ротора, ни у вертолета. Не знаю, вот, ну, на Хьюи... Я согласен, что на Хьюи лопасти больше, этот, может быть, более все инертно. Но, с другой стороны, там всего их две. А здесь все-таки, по-моему, три у него лопасти, да? Давайте попробуем интересный момент. Ну, вращение на месте. Понятно, что у нас... Кстати говоря, я точно, вот, кто разбирается в эродинамике вертолета, подскажите. Вот тут я вот несколько не уверен. Я вращаюсь вправо, и у меня при этом, ну, по идее, отбор мощности... Потому что мне приходится давать сильно правую педаль. То есть, для компенсации левого вращения на висение я использую правую педаль. И в то же время, если я хочу добавить еще вращение вправо, я начинаю добавлять педаль. И у меня, по идее, должен быть отбор мощности. Но вот, не знаю, только как будто какой-то относительный рост. Хотя нет... Ну, может быть, если в эту сторону я вращаюсь, относительный рост там... Как это, мгновенной скорости на лопастях добавляется, и у меня вертолет приподнимается. Вот, не знаю, насколько это работает. Видимо, так. Так, то есть, дача правой ноги не отбирает у меня мощность, а наоборот вертолет приподнимается. Вот я вот не помню, такой эффект есть на Ми-8, да, или на Ми-8. Смотрите, чуть левую дал, он просто сыпется катастрофически. Вот это я что-то не очень до конца понял. Причем я даже не то, чтобы левую дал. Смотрите, правая отклонена. Я чуть левую, чуть правую приотпускаю, и он просто падает. И вот этот вот момент мне как-то не ясен. То есть, мне казалось бы, наверное, наоборот как-то должно быть. Вот чуть-чуть пошло вращение, и он просто падает. Окей. Интересный момент. Значит, как у нас реализовано обтекание там фюзеляжа или чего-нибудь в этом духе. Такое ощущение, что немножечко поиграли, вот для чего нам понадобится сейчас таблет вот этот, да, или iPad, для того, чтобы посмотреть GPS-ную скорость. Потому что мы когда летим хвостом назад, у нас нету, ну, прибор, соответственно, трубка пито у нас не работает, и мы не можем приборную воздушную скорость замерить. Мы будем ground speed смотреть. Смотрите, обычно, когда на вертолете летишь, и это очень хорошо выражено на хью, и когда разгоняешься хоть маломальски сколько-то хвостом вперед, у тебя, во-первых, сильно нарастает подъемная сила, потому что ты идешь на косом обтекании. Приходится очень сильно убирать общий шаг. Потом ты долгое время не можешь так лететь, потому что вертолет, как флюгер, с этим огромным хвостом пытается развернуться носом на ветер, и ты его начинает кидать слева направо, слева направо, ты педальками елозишь, елозишь, и в какой-то момент ты просто не можешь этому противостоять, и тебя проворачивает со всей пролетарской ненавистью, да. Как видим, вот здесь 62 узла, там 110 км в час, без особых напрягов, давайте-ка я побольше навалю общего шага, без особых напрягов, ну, то есть, я лечу хвостом вперед. То есть, вот, ну, не знаю, никаких каких-то там изменений, то есть, у меня вертикальная скорость стоит, я там просто газу добавляю, у меня, ну, не знаю, как-то все очень, нет вот этих переходных каких-то моментов, то есть, какое-то все скриптованное, просто вот как, извините меня, как Microsoft 2020 вертолет летает. То есть, я могу летать хвостом вперед 70 узлов, да, очень это странный момент, причем не то, чтобы это как бы я там, это, это мое мастерство, я могу вот, видите, виражик выполнять хвостом вперед, то есть, это не то, что я там как-то попал в идеально сбалансированный режим, и вертолет не пытается развернуться носом на ветер, да, не, вот, пожалуйста, я разворачиваюсь, тут я создаю некоторые косые обтекания, там шарик в них в центре, и по идее оно могло бы как-то меня подвести, но нет. Значит, в какой-то момент, вот я сейчас создам больший разворот, это раз, его и проворачивает, потом какие-то странные моменты возникают, тут он как будто, непонятно, в общем, как это работает, непонятно, ничего непонятно, сейчас я поясню, что непонятно. То есть, есть какие-то заскриптованные моменты сопротивления при боковом перемещении, причем они какие-то очень высокие. Как выглядит, я не знаю, может быть, сюда это вставлю, на Хьюи, как это выглядит, то есть, на Хьюи мы вот создали немножечко кренчик, и вертолет начал с этого небольшого крема перемещаться, перемещаться, перемещаться и разгоняться, 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 потому что, ну, ни что его, мы создали неравновесие сил, и у нас составляющая силы, сейчас его просто разгоняет вбок. Здесь величина крена, по сути, ну, задает фиксированную скорость смещения в сторону, то есть, как будто бы каждой величине, ну, понятно, что в настоящем вертолете тоже, каждой величине крена, да, вот этого отклонения вектора тяги соответствует какая-то величина, при которой уравновесится сила сопротивления. Но здесь это, ну, тупо в каком-то узеньком диапазоне, и прям тут же сразу видно, то есть, не то, что он там перемещается, да, вот смотрите, я вот сейчас создам такой вот крен, и он практически сразу занял такую скорость, да, вот я могу, вот я хочу, например, полететь, ну, сколько-нибудь быстро правым боком. Обратите внимание на пространственное положение, на мой крен. То есть, у меня вертолет, ну, вися с таким креном, я хвостом вперед летел с гораздо меньшим тангажом, да, почему я вот должен, ну, то есть, смотрите, у меня бешеный крен, я общего шага выкручиваю, и меня как будто бы что-то держит за лыжи. При этом разворачивающего момента носом на ветер тоже нет, я компенсирую правую педалью лишь только разворачивающий момент от увеличения общего шага. Смотрите, какой, какой, какой крен, 20 узлов, то есть, я лечу уже, ну, не знаю, с таким креном, ну, а у меня все синхронизировано, стабилизировано, то есть, это какая-то условность заскриптованная, то есть, не то, что он там надо начинать, ну, как Хьюи себя ведет, он разгоняется, разгоняется, и потом противоположной педали, в данном случае левой педали, просто начинает не хватать, и он разворачивается носом на ветер. Ну, это нормально, это то, что я видел, летая на настоящем вертолете, там, на Белл-206. Здесь, я не знаю, вот я, смотрите, в каком положении, просто вертолет, как будто бы, что-то его держит за лыжу и компенсирует вот этот вот необычайный огромной величины крен. Причем, если я продолжу крен увеличить, он просто ковырнется туда бочкой, как бы, да, вот это вот очень дикая дичь, которая мне непонятно. Какие-то вот раз возникли какие-то моменты, которые, видимо, должны были быть стабилизирующими, а потом стали растабилизирующими. Вот, допустим, мы падаем вертикально вверх, вихревого кольца я здесь тоже не заметил, то есть я могу просто выбрать общий шаг, остановиться. Ну, может быть, это нормально для его трехлопастной схемы полужесткой, не знаю. Ну, мне кажется, аэродинамика не должна быть, не должна такого позволять. В общем-то, не имеет значения, правым боком я лечу или левым, все то же самое. То есть, в принципе, на моментах весения и начала разгона, но то, как вот, то, кто этот делал модуль, испытывает, главное, чтобы оружие стреляло, правильно? Тут же, мы же DCS, Digital Combat Simulator, поэтому мы делаем модуль, чтобы стрелять. Вот это такой подход мне крайне не нравится. Это просто, вот смотрите, что меня держит, как будто меня веревкой зацепили за лыжу, и мне приходится, не разгоняясь вот с таким вот креном, что это происходит, почему это происходит, у меня нет никакого понимания. Потом раз, что-то просаживается, какая-то непонятная вещь. Есть такое ощущение, что просто его слегка примарафетили, занесли, так сказать, зачатки аэродинамики вертолета на весеннее. То есть, у нас теперь не то, что мы создаем, ну, не знаю, как на Airbus или на FPV-дроне. Мы создали какой-то крен, он с ним просто улетел в одну сторону, создали крен, он с ним улетел в другую сторону. То есть, похожие действия, которые должны, ну, мы ощущать от полета на любом другом вертолете. То есть, весеннее, если не вдаваться в подробности вот с набором с правой ногой и снижением с левой ногой, причем таким прям очень сильно заметным снижением с отпусканием правой ноги. И вот переход в полет, это все, ну, то есть, мы, допустим, будем его разгонять в косое обтекание. То есть, какие-то вещи проверили, там что-то, чтобы это было маломальски похоже на, ну, в общем, на то, как себя ведут другие вертолеты в DCS. Они на просто дрон радиоуправляемые, там, с, ну, так скажем, максимально автоматизированной, да. Здесь, вот, ну, какая-то работа была проведена. Но, чтобы сказать, что это описана модель аэродинамики, форстрим, брехня, ничего не работает, все попробовал, абсолютно ничего не работает. При этом никаких нареканий с форстримом ни на Mi 24, ни на Apache, ни на Mi 8, ни на Huey, у меня нет. Все работает так, как и должно работать. Здесь, ну, то ли люди не понимают, как должно оно работать, или, ну, в общем, вообще такое ощущение, что... Один вопрос. Порке? Почему Eagle Dynamics допускает продажу таких модулей и кто занимается рецензированием? И, ну, то есть, я понимаю, что, конечно, они, ну, у меня есть свои счеты с Eagle Dynamics. Я устал говорить, что Як-52 не летает так, не задирает нос. Так же, как не задирает Кристин Игл, у которого вообще каких-то жалких 180 лошадиных сил на двигателе. Не может он сам себя задрать на кабрирование. Так же, как не может Як-52. Но это есть какие-то определенные моменты, скажем, по возникающим моментам от винта на поршневых самолетах и гироскопических моментах. Ну, там понятно, если есть какой-то просчет, он фиксированный и понятный. Вот этот модуль, что конкретно с ним, вообще, кто за это ответственен, я вообще не понимаю. То есть, ну, вот, хотелось бы, чтобы как-то, ну, не знаю, нельзя было кому угодно сделать что угодно и это запихнуть в DCS и еще и продать это за какие-то деньги. Ну, как-то так, друзья, не знаю, будет ли работа внешнего вида с этим модулем работать, как это, да, с триммером все-таки проблема. Смотрите, я сейчас, я это все летаю, зажатой кнопкой триммера. Сейчас отпущу, и вот, что произошло, я, я, то есть, не то, что, я же держал, я, я отпустил кнопку при отклоненной ручке. Но ручка force it back, force stream так работает, что там должна остаться ручка, а не туда должна переместиться пружинная нейтраль. Вернее, нет, пружинная нейтраль она там же должна быть, но ручка, так, нет, они сделали так, что центр пружинный сместился за то смещение, где была ручка, ровно на такую величину, как ручка была смещена от центра в начале. То есть, это какое-то, ну, двойное приложение математики, не знаю, плюсование одного и того же, я, я не знаю, как это сделано. Ну, короче, это не работает так, мне, я пытался разобраться, что именно происходит, но оно не постоянно, чтобы какой-то дать репорт. Оно, к сожалению, не постоянно, не одинаково отрабатывает, перепрыгивает пружинный центр, поэтому, как бы, дать какой-то конкретный фидбэк, что у них неправильно. И вообще, это, как бы, не мои проблемы решать за них, что у них неправильно. Оно у них не работает так, как должно работать, вот это я вижу, чувствую и понимаю. И никакой не могу, кстати, ну, как сказать, последовательности, закономерности выявить конкретных, чтобы им в этом вопросе подсказать. Вот, как-то так, то есть, вот, на весеннем, наверное, можно констатировать, что это больше похоже на вертолет, то есть, это больше не то, что было раньше, это больше похоже на вертолет. Но для меня это остается по-прежнему какой-то, ну, в общем, по-прежнему какой-то поделкой, которые, ну, я не знаю, это мог бы быть, если бы это был бесплатный модуль, который там, ну, вот, которых много разных, там, не знаю, А4, например, да? И вы установили его, вы такие, о, класс, ребята проделали отличную работу, нарисовали кабину, заморочились с аэродинамики, какие-то системы реализовали, и все это бесплатно, спасибо вам большое. Я попробовал, мне не понравилось или понравилось, все здорово, но когда это официальный модуль за деньги, не знаю, это как-то, это как-то не по мне. Ладно, спасибо, друзья, что сегодня полетали со мной на этой вот штуковине, пока увидимся.